Слава Украине! Привет всем от Полонского! Хочу вам в двух словах рассказать, как работает российская ИПСО и российская разведка в Европе, и как подменяются понятия вот у фермеров, в частности у польских и у других, с одного на другое. Смотрите, Европа приняла, скажем так, очень, ну я сейчас буду мягко выражаться, неоднозначное решение по вот этому вот климатическому, ладно, не буду ничего говорить, потому что если я начну говорить о изменениях, так сказать, климата, то что я об этом думаю на самом деле, то мне забанят аккаунт. Ну по выражению моего лица вы понимаете, что я об этом думаю. То есть в принципе Европа приняла очень неоднозначное решение по поводу всяких вот этих вот климатических и поставила действительно фермеров в Европе в крайне в крайне незадачливое, в крайне сложное положение в плане выживания. Это что есть, то есть. Действительно сейчас на повестке дня вот эта мерзость с насекомыми, вот это все истерия против домашнего скота и так далее, и так далее. Но это не тема для Ютуба, это скорее тема для Бастиона или для Телеги. Когда-нибудь заведу канал, буду об этом рассказывать, потому что становится актуальным. Но речь не об этом. Да, так вот, фермеры поставлены вот этой нововводимой мерзостью, я имею ввиду искусственное мясо и насекомых, поставлены в нехорошее положение в плане выживания. То есть, их обложили налогами, их там заставляют заполнять кучу специально, то есть, это специально придумано все. Заставляют заполнять кучу ненужных никому бланков, кучу какой-то. Короче говоря, фермерам максимально усложняют жизнь. Тут что есть, то есть. С тем, чтобы, я так понимаю, чтобы они забросили разводить скот, и можно было спокойно, значит, развивать производство тараканов. Это все понятно, да. Но, поехали дальше. У фермеры, само собой, разумеется, начинают протест, потому что, ну, во-первых, хотят выжить сами и хотят, чтобы их семьи питались так же, как они питались ранее. Это первый момент. Ну, и второй момент. Мы же не птички, чтобы кушать вот эту. Да, вот. Когда вы заходите в нормальный ресторан, и там, оказывается, таракан бегает, да, ваша жена начнет кричать, а вы будете требовать компенсацию. А тут вас заставляют вот это вот, вот это вот кушать, да, то есть, подменяя наших коровок, наших свинок. Понятно. Окей. Фермеры начинают вроде бы как справедливые протесты. И вот тут уже срабатывает российское ИПСО, российская разведка, действительно, очень качественно. Не надо думать, что там все дебилы. Там, конечно, все не дебилы. Я имею в виду Россию. И что тут главное в этом всем моменте? В этом всем моменте главное перехватить руководство и перехватить направление движения, да, этого протеста. И в голову фермерам вбивается следующее, что во всем, кстати, как и в Америке. В Америке то же самое сделано трампистами. Ну, трамписты это вообще, как говорится, подопечные Путина. Там все очень просто, да. В головы вбивается европейским фермерам следующее. Во всем виноват, конечно же, Брюссель, который принимает вот эти добильные решения по поводу искусственного мяса и насекомых. Но, посмотрите, вас убивает на самом деле украинское зерно, которое попадает на рынки Европы. И, а в Украине, а в Украине, значит, нет таких ограничений для фермеров, как есть у вас. Поэтому Украина во всем виновата. Поэтому у них себестоимость зерна ниже. И действительно, у нас условия для фермеров гораздо лучше, чем в Западной, чем в Европе, чем в ЕС. Это очевидно. То есть, себестоимость тонны любой продукции у нас ниже. Это факт. Просто потому, что мы не живем в Евросоюзе. И у нас вот это, до нас, ну, видимо, из-за войны, вот это все еще не доползло. Не доползло. Еще доползет, увидите. Еще будем встречать насекомых. Да. Но это будет позже. Не сегодня. Так вот. Значит, им вбивают в голову следующую вещь. Посмотрите, тут налицо нечестная конкуренция. И вот вы страдаете потому, что украинское зерно попадает на ваши рынки. И они начинают бурлить, при этом забывая про российское зерно. Украина туда, кстати, прислала, ну, совсем уж несерьезное количество зерна. В то время, как Россия прислала в три раза больше. И за нее молчат. Вот как-то интересная, да, такая вот избирательность. Значит, за Украину разговаривают, за Россию молчат. Как это замечательно. При всем при том, я же говорю, что Россия в три раза больше. Ну, вот главное направить вот этот вот протест в нужное, да, русло. И, значит, вместо того, чтобы требовать от, скажем так, Брюсселя отмены действительно дабельноватых абсолютно вот этих вот издевательских указов, нововведений по поводу ведения бизнеса фермерскими хозяйствами, главное переключить внимание фермеров на что? На Украину. Вот, заблокируйте границу и будет вам счастье. Как будто это Украина виновата в том, что у них вот это вот их немножко, ну, не совсем адекватное руководство, извините меня, в этом плане неадекватное, вводит, значит, пытается их вытеснить с рынка, введя им немыслимые какие-то там условия существования и пытаясь заменить натуральный, хороший, здоровый продукт наших свинок, наших коровок, коз и так далее, и так далее, тараканами. Это факт, да. Так, если вам это не нравится, ну так иди в Брюссель, в Брюссель, протестуйте. Причем есть граница с Украиной. Мы вам вводим тараканов. Мы вас обложили налогами выше, чем, я не знаю, Джамал Улбба. Нет. Мы к этому никакого отношения не имеем. Да, у нас действительно этого всего бреда, как у вас, нет. Ну, пока что. Пока что. Мы же пока не члены Евросоюза. Еще может быть, подождите. Вот. Но пока у нас этого нет. У нас действительно себестоимость на единицы продукции, ну, намного ниже. Также в силу, во-первых, налогообложения, во-вторых, в силу того, что у нас просто-напросто нет такой зарплаты, как у вас. И так далее. То есть, вот такие вот вещи. И их внимание мастерски, очень красиво переключается справедливого гнева на то, что происходит в Евросоюзе с фермерами. Это справедливо. Я с этим ничего не спорю. На то, что Украина завезла им полтора вагона, значит, с этим зерном, и их надо нагадить. Кстати, тому, что они нагадили вот этим вагоном с зерном, они нагадили самое смешное не Украине. Это вот тоже цирк. Помните, вот это вот раскрытые вагоны с зерном, они высыпали пазовчак, по-моему. Все это зерно на рельсы, я имею в виду Польша. Как оказалось, они нагадили Германию. Это вообще цирк. Немецкая фирма это зерно купила. А те взяли, значит, и пооткрывали эти вагоны, высыпали немецкое зерно на рельсы. Господи, прости. Это еще раз показывает, что в руководстве вот этого всего... В общем-то, ну, скажем так, протеста, который имеет право на существование, находятся люди, подверженные влиянию Москвы. Задача которых переместить акцент протеста со справедливого, то есть действия Брюсселя, на несправедливое. На блокаду границы с Украиной, которая вообще к этому никакого отношения не имеет. И так далее. Вот, собственно говоря, получается. То же самое в Америке. Посмотрите, путинская агентура в лице Трампа и трампистов делает то же самое. Они подменяют понятие. В общем-то, абсолютно справедливое требование закрыть границу с Мексикой, через которую прут десятки тысяч в день этих вот бухлумбеков каких-то, я не знаю, кто они там такие, но не пойми кто, не пойми как, стройными рядами идут молодые мужчины с противной внешностью китайской национальности. Что они будут делать в Америке в один прекрасный день, когда им будет дана команда ФАС, никто не знает. Но они идут стройными рядами, их пускают, их отвозят. То есть это работает целая централизованная система по доставке этих вот непонятно кого, хотя в другой раз понятно кого, значит, в большие города. Да, и чем они там будут заниматься после получения команды ФАС, тоже никому не понятно. Но это второй вопрос. Надо закрыть границу, да? И опять идет подмена понятий. Действительно, справедливый протест и справедливое требование закрыть границу, с которым спорить невозможно. Я, мол, свою точку зрения могу высказать, границу нужно закрыть, допускать ноль человек через эту границу. А все, кто попал нелегально, депортировать, поскольку они нелегальные мигранты. Вот все, на это есть у вас закон о Соединенных Штатах Америки. Берите, выполняйте их. Так вот, они, опа, и подменяют. Так, если мы не закроем границу, а мы не закроем границу, потому что мы дадим деньги Украине. Где Украина? Где ваша долбанная мексиканская граница? Объясните мне. Какое отношение Украины имеет к этому? Вы хотите закрывать границу? Закрывайте почему-нибудь Украину. Опять трамписты, видите, как красиво вывернули. Подмена понятий. Значит, если мы дадим деньги Украине, граница останется открытой. Так, что ли? Вы больные? Как так можно рассуждать? Но вот, опять-таки, путинская агентура сработала очень красиво. Вот. И вот этот вот мальчик, который там сейчас бегает, такой мелкий, худощавый, подвязается в Конгрессе этим спикером, да? Вот этот парнишка, ловкий такой, у него, как казалось, русские спонсоры в время предвыборной кампании были, как замечательно. Там, причем, такие спонсоры, которые входят в круг окружения Путина. Так что тут ничего удивительного нет, ребятки. Все очень просто. Вот. И речь идет о том, что в голову Реднакам в Америке, то есть это вот такое, знаете, Реднаки это в американском жаргоне, означает не самые талантливые и креативные в мире люди, которые поддерживают Трампа. Ну, таких на России много поддерживают Джириновского, таких в Германии все время много было поддерживали Гитлера, ну и так далее. Гитлер же тоже в классе все время пришел через выборы, ибо он тогда еще не был чудовищем. Вот, он позже им стал. Но неважно. Так вот, вот эта публика, им в голове переключить этот свитч, вот этот выключатель, и переключить внимание, сказать, а, Украина получит деньги, значит граница останется открытой. Ну и все, они бегут и кричат, все, они не давать оружие Украине ни под каким поводом. Хотя, какое Украина имеет отношение к открытию ваших границ? Те же республиканцы, которые кричали, мы за закрытие границ, да мы тут сейчас костьми поляжем, поляжете, да, как бы так, как бы не так. Никогда не запомню вот этот вот, как они, значит, завалили помощь Украине перед еще Рождеством, потому что надо немедленно закрыть границу, потому что через границу упрет 10 тысяч человек в день, и это правда, да. Немедленно нужно закрыть границу, так немедленно закрывайте. Валят, значит, законопроект, и я лично думал, что они прямо из Конгресса рванут на границу, закрывать же границу, потому что, ну как же, ну, 10 тысяч человек в день прет, республиканцы, я так думал, они возьмут всех своих сторонников, станут на границе и будут грудью, значит, республиканской грудью защищать границу. Знаете, что они сделали? Они собрались и поехали домой жрать индюшку. На границе было ноль республиканцев. Вот, все. Вот это, чтобы вы понимали. А, а, устроили цирк на границе, просто цирк натуральный, значит, привезли нацгвардию из других регионов США, и, значит, закрыли в Техасе часть границы, участок границы, условно говоря, условно говоря, 57 километров, 220 метров, 44 сантиметра, вот этот участок, значит, закрыли намертво колючую проволоку, все-все-все-все-все. Ну, дальше же еще идет, там, 4 тысячи километров границы или сколько? А там пусто. Ну, вот эти 57 километров, 23 сантиметра, они закрыли на кока. А там вот зайди 58 километров, ну, иди, иди спокойно. Ну, вот это, чтобы вы понимали. Но виновата Украина у них. Вот это, чтобы вы понимали о подмене понятий, и о качественной работе российской разведки, ничего не скажешь.